Ребят, скажите, пожалуйста, что у меня есть сейчас в руках? У вас классная. Чей? Ваш. Отлично. Как вы думаете, что там написано? Продолжение. Так, а ещё? Прописка. А ещё? Вот, имя, фамилия, отчество. Надо заглянуть, посмотреть, как меня зовут. Ой, давно не загадывал. Так, зовут меня Алексей Владимирович, я учитель математики. Ребята, скажите мне, пожалуйста, зачем нужен паспорт? Буду сверить или жизнь? Ещё? Личный документ. Вот зачем? Личный документ. Что он несёт обо мне? Информацию. Молодцы. Информацию. Вот если сравнили паспорт и меня, кто проще? Или что проще? Паспорт. Значит, это простая модель, которая несёт обо мне информацию. Согласны? Значит, ребят, я сегодня вам покажу, как строить прямолинейный паспорт. Значит, для этого нам нужно сделать следующее. Скажите мне, пожалуйста, что вы видите сейчас на доске? Да. Параллельные прямые. Можно отвечать прямо? Параллельные прямые. Так, теперь. Ну, установленный параллельный. Такой высатый. Да. Четыре параллельные прямые. Четыре параллельные прямые. Или как лучше сказать? На две пары. Правильно ли? Две пары параллельных прямых. А теперь параллелограмм. Молодцы. Какие знаете свойства этого четырехугольника? Что углы противоположные углы равны и противоположные стороны. По парам равны? Отлично. Теперь смотрите. Вернем ситуацию на шаг назад. Скажите мне, пожалуйста, какая информация у нас есть на вот этой прямой? Что я отложил на этой прямой? Какие отрезки? Два равных отрезка. Скажите мне, пожалуйста, что вы можете сказать об этих трех прямых? Они параллельны. Какая информация у нас появилась на этой прямой? Мне тоже. А что, что тоже? Отложим от разных прямых, два равных отрезка. Так. Вот как вы думаете, эти отрезки будут равны между собой? Да. Так. Как вы думаете, почему? Они параллельны. Они? Параллельны. И? Равны. А почему? Да, потому что мы. Молодец, умничка. Конечно, потому что сколько здесь параллельограммов? Два, два, три. Три. Ну вы еще большого видели, молодцы. Так. Теперь мы ситуацию резко изменим. Вторую прямую. Понимаете, да, что произошло? Вот если эти два отрезка равны, то вот эти два отрезка будут какими? Как вы думаете? Два отрезка равны. Так. А почему? Два отрезка равны. То есть интуиция вам подсказывает о том, что эти два отрезка будут равны. Так, молодцы. Но вот на самом деле это замечательный факт, который называется теоремия Холеса. Мы сегодня будем его использовать, а доказательства узнаете чуть позже. Значит, доказывать очень просто. Нужно вернуться к той ситуации, которая была известна раньше, и увидеть, что что? Треугольники. Молодец, умница. Ну скажи только полностью правду. Что два треугольника будут равны. По какому признаку? По первому. Умничка. Значит, смотрим дальше. Ребята, теперь у нас есть замечательное орудие. Если у меня есть некоторая информация на этой прямой. А какая здесь информация? Еще раз. Два отрезка. Два равных отрезка. Я могу эту информацию перенести куда? На другую прямую. С помощью чего? С помощью для чего? На нитки. С помощью... Каких прямых? Параллельные. Параллельные. Молодцы. Значит, теперь я вам предлагаю открыть нашу с вами рабочую тетрадь. Задача 1. Задача 1. Так. Пожалуйста, кто прочитает тех задачи? Как? Буду работать с нами. Срединые Е и Р. Параллельные к сторонам БС и АД. Продилограмма А, БС, Д, Д. Соединены с вершинами А и Ц соответственно. Докажите, что А, Е и Ц, Р делят диагональ БД на 3 равные качать. Итак, ребят, на примере этой задачи я буду учить вас строить прямо линейный паз. Берем в руки линейку и крандаш. Линейка и крандаш вполне достаточны для того, чтобы изучить геонетку. Значит, вот у вас чертеж. Так. Он у вас есть. Так. Первый шаг. Первый шаг. Давайте с вами построим прямую. Построим прямую. Порядышком. Пару миллиграмм строим прямую. Вот как показано у меня на картинке. Вот. Вот так. Построить прямую. Вы можете меня спросить, почему именно так? А как мы паз продержим в руках? Вот так. Правильно? Вертикально. Вот так и строим прямую, как показано на картинке. Строим по линейке прямую. Давайте попробуем ту информацию, которая есть на чертеже, перенести на эту прямую. С помощью чего будем переносить информацию? С помощью линейки. А с помощью линейки что мы можем построить? Параллельную прямую. У меня, конечно, волшебная линейка. Смотрите, у вас такой нет? Давайте мы его так и поставим. Получается у вас? Если выйти за границей не страшно, прямой можно продолжать, заходить на текст. Это абсолютно не страшно. И сделаем первый шаг. Построим линейку. Строим. Строим прямую АЕ. Строим прямую АЕ. Так как у меня линейка волшебная, я также могу построить прямую ФС. И мы с вами проектируем точки на чертеже на эту прямую. Абсолютно все. А, Б, Е, Э, Д и С. Давайте это выполним вместе. Вроде бы я все точки спроектировал на прямую. Пожалуйста, выполняем. Итак, все точки на чертеже проектируем на эту прямую. Понял? Давай, поехали. Дай пересечение с прямой. Отлично. Вот у меня вот. Так, все. Значит, теперь небольшая интрига. Давайте те точки, которые у нас получились вот на этой прямой, мы ее будем называть паспортной прямой. Обозначать будем следующим образом. Эту точку называем точкой В1. Эту точку называем точкой В1. Так. Как вы думаете, как я назову вот эту точку? В2. 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 Разные варианты. Нужно что сделать? Стоп. Что нужно сделать? Как математики обычно делают? Ну, когда столько разных мнений. Вроде бы все правы. Договариваются. Договариваются. Как будем договариваться? Давайте эту точку отмечать так же, как называется левая крайняя начертельная. То есть эта точка будет? А1. Молодцы. Так. Следующая точка будет называться как? А1. Так. Так. И последняя. Д. Отлично. Так. Теперь, если есть ручка, можно и крандашом, можно и цветной ручкой. Будем отмечать следующее. Значит, у нас есть некоторая информация на этом чертеже. А здесь пока никакой информации. Одни только точки. Вот скажите мне, пожалуйста, есть ли у меня на моей паспортной прямой равные отрезки? Да. Да. А, F и А1 и F1 тоже равны. Так. Так. Секундочку. Еще раз назовем. А, О, А, F и А1 и F1 равны. На этой прямой еще раз не расслышал. Вот на этой. А, да. На этой прямой. Да, на этой прямой. Ребятки, есть ли на этой прямой какие-нибудь равные отрезки? Пожалуйста, как зовут тебя? Дима. А, F и F2. А тут нету точки А. Ну, А1. А1. И F1. Ф1. Вот этот отрезок. Еще F1 и D1. И отрезок F1 и D1. А почему они равны, как ты думаешь? Ну, на чертеже ведь... Называй. А, F. А, F. Ну, А, F равен F2. А, вот как хитро делаешь. А, F, F, D. Умничка. Молодец. Значит, смотрите, ребят. Что заметил Дима? Отрезок А1, F1 равен отрезку F1, D1. Потому что вот здесь равны вот эти два отрезка. Пожалуйста, обозначаем. Так, кто еще найдет важную информацию на паспорт? Например, как его зовут? Рома. 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 Еще им будет равен отрезок B1, A1. B1, A1. Так. Какому отрезку? А1, F1. А1, F1. Теперь объясните, почему эти два отрезка будут равны? Почему зеленые отрезки будут равны? Так. Потому что B, E равно лица. Потому что B, E равно лица. А это откуда мы взяли? Из чертежа. Из условия задачи. Теперь давайте посмотрим на нашу паспортную прямую. Что мы на ней замечаем? Какие отрезки? Назови. B1, A1, A1, F1, 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 D1. Это три равных отрезка. Теперь какой мне нужно сделать следующий шаг, чтобы доказать то, что от меня требуют? Что нужно доказать? Читайте, читайте. Что нужно доказать в задаче? Что A, E, C, F делим диагональ B, D на три равные части. Так. Значит, вот эти три отрезка должны быть равными. Почему они будут равными? Причем, знаете, приведем несовершенно. Они будут делить стороны A, D и B, C на равные отрезки B, E, C, A, F, R, D. Так. А еще-то почему, ребята? Посмотрите на паспортную прямую. Какие отрезки равны? Какие отрезки равны? Значит, мы видим с вами этот отрезок, правильно? Он такой же, как этот, и такой же, как этот. И тогда, соответственно, эти три отрезка также будут равны. Покажите себе это, пожалуйста. Ребята, решая эту задачу, мы использовали только обозначение. Давайте сейчас мы перейдем к следующей задаче и будем уже записывать по ходу решения. Так. Пожалуйста, кто прочитает мне условия? Следующая задача. Так. Кто прочитает? Пожалуйста. Всеугольники A, B, C проведены в дианах A, K и отрезок M, соединяющихся единых сторон A, B и A, C. Докажите, что точка пересечения отрезков M, M и A, K делит M, M на две равные части. Так. Отлично. Ребята, как будем решать эту задачу? С помощью? Прямолинейного паспорта. Умница. С помощью прямолинейного паспорта. Скажите, пожалуйста, какой должен быть у меня первый шаг? Начертить прямую. Начертить прямую. Как ее начертить? Прямую. Давайте прямо и начертим. Итак, чертим прямую. А теперь скажите, какой будет следующий шаг? Что мы должны с вами сделать? Мы должны перенести информацию откуда? На паспортную прямую. Ребята, с помощью чего мы переносим информацию? С помощью параллельных прямых. С помощью набора параллельных прямых. Возникает вопрос, а как выбрать эти параллельные прямые? Каково их направление? Делаем следующим образом. Замечаем три точки на чертеже. А, L и K. И мы знаем, что паспорт проще, чем реальная модель. Поэтому направление выбираем таким образом, чтобы три точки на чертеже стали одной точкой на паспортной прямой. Итак, вот наше направление проектирования. Пожалуйста, срывайте. Ребятки, ведем до пересечения с прямой. Ведем до пересечения с прямой. Настя, какой будет следующий шаг? Теперь нам надо точку обозначить. А еще что нужно сделать? Построить? Да, построить. Сколько еще примут? Вы считаете, что две? Да. Еще четыре. Еще четыре говорят. Давайте строим. Итак, строим еще четыре. У нас получается пять параллельных приборов. Так. Значит построить. Какой следующий шаг? Обозначается. Ну давайте снизу вверх пойдем. Пожалуйста, кто меня назовет от нижней до верхней точки? Пожалуйста. С1. С1, умничка. Дальше. М1. Так. А1. Так. М1. Так. И B1. И B1. Так. А теперь скажите, какой будет следующий шаг? Тренинские данные с чертежами в прямой. Как она называется? В прямолинейный. На прямолинейный паспорт. Или на паспортную прямую. Итак, ребят. Скажите мне, пожалуйста, какую вы информацию можете перенести? Что мы видим на паспортной прямой? Четыре равных отрезка. Дима. Да. Там четыре равных отрезка. Ну сначала... Подождите. Так сразу не будем. Давайте попал. Первый отрезок А1 и С1. А1, С1. Итак, давайте его обозначим. Сейчас, секунду. А1, С1. Следующий. Какой, ребята, отрезок? B1 и N1. Так. Подождите. А1, С1. Ему будет равен какой отрезок? B1, A1. B1, A1. Ребят, объясните мне, почему? Потому что на джин написаны буквы B, K и K, C. И отрезки обозначены. Потому что отрезки B, K и K, C какие? Равные. Равные. Давайте это запишем. Теперь мы уже с вами запишем. Отрезок А1, С1. Пишем. Отрезок А1, С1. Равен отрезку B1, A1. Так. Ребят, почему они равны? Конечно, B, K равно как C. Пишем так как B, K равно как C. Отметьте, это первый шаг. Пожалуйста. Отметьте, это первый шаг. Так. Скажите мне, пожалуйста, что дальше будем делать? Так. Видим ли мы еще равные отрезки? Н1, A1. Так. Равные A1, M1. Так. Еще раз. Н1, A1. Н1, A1. И A1, M1. Ты считаешь, что эти два отрезка будут равны? А почему? Нет. Ребят. Ну тут нет. Вы согласны? Нет. Не совсем согласны. Хорошо. Сотрем. Так. Какие есть еще варианты? Так. Сейчас. А1, N1. А1, N1? Да. И B1, N1. И B1, N1. Да. Ребят, почему эти два отрезка равны? Так. Потому что B, N, равно N, A. Правильно. Спишем второй шаг. B1, N1, равен N1, A1. Почему они равны? Поясните еще раз. Так. B, N, равно N, A. B, N, равно N, A. Так. Следующий шаг. Шаг номер три. Какой будет у нас? Так, так, так. Пожалуйста. Отрезок A1, M1, равен отрезку M1, C1. Отрезок A1, M1, равен M1, C1. Записываем. Отрезок A1, M1, равен отрезку M1, C1. Ребята, почему равны эти два отрезка? Так как M, равно N, C. А M, равно N, C. Откуда мы это взяли, ребят? Это да. Так. Теперь давайте посмотрим, что от нас требует доказать. что нужно доказать? Что нужно доказать? Так, ребят, прочитайте. Что нужно доказать? Что точка пересечения отрезков M, N и A, делит M, N на две равные части. Так, ребят, объясните, почему вот эти два отрезка, M, L и L, M, будут равными? Так. Только один заметил? Так, двое. Почему вот N, L и L, M будут два равных отрезка? Почему вот этот отрезок и этот будут равными? Так. Смотрите на паспортную прямую. Нужно от этой информации перейти к какой? К прямолинейному паспорту. Итак, почему? N1, A1, равно A1, M1. Потому что N1, A1, равно A1, M1. Молодцы! Какой это шаг будет? Четвертый. Четвертый. Пишем. N, L, равен L, M, M, R, равен L, M. Так, и этот потрясающий вывод еще раз. Почему? Потому что N1, A1, равно A1, M1. Записываем. Так как N1, A1, равен A1, M1. Так. Доказали? Да. Доказали? Хорошо. Не знаю. Успеем еще одну задачу. Надеюсь, что успеем. Переворачиваем. Переворачиваем. Задача номер 3. Итак. Значит, ребята, читаем условия задачи. В треугольнике АВЦ проведены медианы. А, M, B, M. Карточка пресечена медиана. Найдите 2K, если KN 5 сантиметров. Итак, нужно найти длину отрезка. Согласны? Да. Пожалуйста. Что мы строим с вами? Карточка пресечена. Хорошо. Строим. Так. Строим. Так. Ребятки, скажите, что делаем? Делаем информацию с рисунков данного, она прямая. Умница. С помощью чего? Помощи. 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 Параллельных прямых. Параллельных прямых. Скажите мне, пожалуйста, какую я должен быть? Построй сначала прямой. А, M, M. Молодцы. А почему I, M? Объясните. Почему прямой I, M я строю? Потому что на ней лежат 3 точки и можно продолжить. И они превратятся? В одну точку. На одну точку. На паспорт напрямую. Строим. Дальше мы соединяем все точки на чертеже с помощью набора праллельных прямых. Так. Ну, кто же выучит учителя и скажет, как поступать дальше? Дальше надо обозначить на точку и с чем. Давай, снизу вверх. Пошли. C1, N1, A1, B1. Хорошо. Что мы видим на паспортной прямой? Так, Дима? Ну, что B1 равно A1. B1 равно A1. Как точку на мобочки? B1, A1, 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 A1. Хорошо. Вот эти два отреста. Чуть-чуть подорвемся. И, ребята, еще что? Так, еще. Руки-руки-руки-руки. А, F будет равняться M, C. Какой отрест еще? А1, M1, 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 C1. Отлично. Ну и кто же мне скажет, чему равен отрезок B, K? БК в два раза больше, а он в два раза меньше, чем отрезок B, K? Сколько? Чему равен отрезок B, K? 15. 10. БК в 10 сантиметров. Почему? Потому что он в два раза больше получился, чем отрезок, длина которого 5 сантиметров. Ребята, вы молодцы. Скажите мне, пожалуйста. Переведем давайте страницу в петраде. И попробуем зафиксировать инструкцию по применению прямолинейного паспорта. Первый шаг. Что нужно сделать, ребята? Пишемся. Встроим прямую. Встроим прямую. Встроим прямую. Ребята, второй шаг. Переносим данные из чертежа. Переносим данные из чертежей. Первый шаг. Переносим данные из чертежа на паспортную прямую. Переносим с помощью параллельных прямых данные из чертежа на паспортную прямую. И последний шаг. Третий шаг. Обозначаем точки. Третий шаг. Обозначаем точки. Третий шаг. Обозначаем точки. И четвертый шаг. Вот как мы только точки обозначили, что делать? Находим равный отрезок. Правильно. Четвертый шаг. Находим равный отрезок. Находим. Ребята, большое вам спасибо за урок. Я надеюсь, вам понравился тот способ, с помощью которого можно решать огромное количество гипетических задач. Спасибо. Спасибо.